Алло, прием, прием. Блин, ну вот еще со звуком какой-то налом. Можете начинать, я пришел. Но если инвестор пришел, то значит все отлично. Прием, прием. Ммм, я немного потрепанный после понедельника, и у меня тут все съехало. Но для вас я готов вообще вещать, хоть даже так. Сейчас мы устроимся, чтобы у нас было обязательно... Во, во, во. Все видят, да? Отлично. Постараюсь так сидеть. Чтобы было вообще реальный секс, все поняли. Я сказал, это тихо, и никто не услышал. Уже вещаешь? Да, да, мы уже вещаем. Все, Илья, ты не шуми. И так, дорогие друзья, приветствую вас всех. С вами Курильчик Денис. И сегодня я, как и обещал много недель назад, пригласил на эту встречу Анну Орлову. И надеюсь, что она сегодня расскажет нам что-нибудь интересное. Но в первую очередь я хотел бы поздравить всех с прошедшей Масленицей, попросить у всех прощения, и надеюсь, что вы меня все простите. Вчера было прощенное воскресенье. Так вот, ежели где кому что не так сказал, обидел, или вдруг причинил какие-то неудобства, прошу меня простить, и всех вас прощаю тоже, и Бог простит. Ну, а мы, в общем, возвращаемся к нашей насущной теме краудфандинга. Говорю, в общем, да, поскольку все-таки краудинвестинг – это одно из направлений краудфандинга. Сегодня у нас была опубликована замечательная новость о том, что пришли первые сертификаты инвесторов, и на сегодняшний день, на самом деле, мы обработали уже большое количество договоров, и список инвесторов, уже действующих, которые прислали документы, и в ближайшее время получат сертификаты, уже почти насчитывает 200 человек, что означает, что, в принципе, за первые, там, я вычитаю праздники, за первые пару месяцев 2016 года мы сумели саккумулировать 200 из необходимых 400 инвесторов для того, чтобы подать заявку на размещение, для выхода в паблик, то есть для того, чтобы выйти на биржу на ДАК. Вот, с чем я, в принципе, и поздравляю всех инвесторов, и надеюсь, что, в принципе, и дальше мы также успешно в ближайшее время, и даже в более короткий срок соберем еще 200 инвесторов, для того, чтобы нам уже начать дальнейшую работу по выходу на международную биржу. Вот, я также всех благодарю за активное участие и распространение информации о наших вебинарах, очень приятно, что с каждым днем приходит все большее количество людей, и надеюсь, что вы сегодня также сможете задать свои интересные вопросы, мы обсудим то, что на сегодняшний день происходит в мире краудфандинга, и одна из новостей, которую я вам хотел рассказать, что запускается первая школа краудфандинга в России, что не может не радовать, и ее запускает платформа Planeta.ru, это родственные нам ребята, очень приятно было встретиться с ними на международной конференции по краудинвестингу в Минске, которая прошла еще осенью 2015 года, и с Федором сейчас у нас установлен контакт, это вот один из основателей, Федор Мурачковский, мы с ним поддерживаем на самом деле общение, и очень здорово наблюдать, как эта сфера деятельности развивается, как растет эта индустрия, и мы, как ее малая часть, в принципе, тоже постепенно развиваемся. В ближайшее время выйдет несколько публикаций в интернете, сейчас мы готовим рекламную кампанию, и надеемся, что крупное издание нас заметит. А также хотел всем сказать, что мы вышли на связь с платформой Rusbase, и многие ее, думаю, знают, сейчас я вам скину ссылку на это издание, достаточно популярное, издание, которое рассказывает вообще об очень многих темах в интернете, у них достаточно большое количество рубрик и бизнес, и технологии, и информация о различных мероприятиях, ну, в общем, достаточно такое известное издание, и наш маркетолог, у нас недавно в штате появился молодой активный маркетолог, он сейчас занимается и ведет переговоры и с банкир.ру, и с РБК, и с Форбсом на тему того, чтобы все-таки заговорили вновь о краудинвестинге, потому что, как вы знаете, и многие могли видеть, на сегодняшний день очень мало публикаций на эту тему идет, практически мы единственные, кто локомотивом пробивает эту тему, и за счет того, что сейчас именно наши компании, которые стали успешными проектами на платформе, начинают постепенно реализовывать свои проекты, инвесторы получают первые дивиденды, как вы знаете, уже более миллиона рублей, инвесторы получили, проинвестировав в различные проекты, получили в виде дивидендов. И Русбейс согласились опубликовать колонку по краудинвестингу, и вот наш маркетолог совместно с их редактором составил интересную такую обзорную статью по краудинвестингу, там будет обзор нескольких площадок, которые на сегодняшний день там или работают, или закрылись, или еле-еле дышат, и, конечно же, про нас, про то, как мы развиваемся, про то, как растем, и про то, какие новости, и все-таки шанс на развитие краудинвестинга в России есть. Так что в ближайшую пятницу вы обязательно увидите эту публикацию. Вот. И банкир.ру обещал в новой редакции нас разместить, в общем, на карту. Я вам сейчас ее покажу. Очень интересная такая карта, на самом деле. Она говорит о том, что вообще интернет-технологии, IT-стартапы, и блокчейн, и краудфандинг в России развиваются. Это на самом деле не может не радовать. И я вам сейчас скину эту замечательную такую карту. Может быть, кто-то ее видел, а может быть, еще и кто-то нет. Поэтому было бы здорово, на самом деле, поделиться. Буквально одну секундочку, я вам сейчас ее покажу. Так, 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 так. Вот. И по поводу школы краудфандинга еще несколько слов. На самом деле очень здорово. И буквально вот в ближайшее время школа краудфандинга запускается. Комитет гражданских инициатив приглашает на первую всероссийскую школу. Но туда могут попасть после отбора только проекты, которые пройдут отсев, которые пройдут комитет. И для них там будет, в общем, закрытое такое обучение, на котором они узнают, как выбрать свою нишу, как оформить проект, как сделать свой проект максимально успешным. Но на эту тему у меня есть свой ответ. На самом деле я с удовольствием тоже немножечко сделаю такую а-ля рекламу, потому что, может быть, вы многие видели, может быть, пост, который я сделал у себя в социальных сетях. Так как многие обращаются ко мне с вопросами о том, каким образом все-таки... Каким образом все-таки... Видно, конечно, не очень хорошо. Нашел картинку. Каким образом все-таки опубликовать успешный проект, как подготовиться его, как определить нишу и сделать... Ну, в общем, все в этом духе. Я об этом расскажу на небольшом током курсе, который будет... Который начнется уже буквально в 20-х числах марта. И я жду всех тех, кто жаждет разместить проект на... Может быть, в краудфандинговой платформе или на краудинвестинговой. Я с удовольствием поделюсь теми знаниями, которые у меня уже накоплены и собрались за определенный период времени уже, поскольку я, можно сказать, уже не один год занимаюсь изучением как раз в сфере краудфандинга, изучением, да, то есть, ну, размещения проектов и вообще изучением рынка краудфандинга. Вот, с удовольствием с вами поделюсь этой информацией. Так что находите ВКонтакте мой пост, записывайтесь и присоединяйтесь к нашему небольшому обучению. У нас уже есть там почти 10 человек. Я думаю, что, ну, за неделю мы еще, может быть, человек 10 наберем. Вот так вот у меня сейчас идет загрузка уже изображений, которые я вам очень хочу показать, чтобы вы посмотрели, как все-таки на самом деле развивается IT-индустрия. Вот, и продолжим дальше. Так, что-то немножечко интернет у меня подключивает, не могу никак загрузить изображение. Ну, ладно. Я вам, в общем, дам просто ссылку, чтобы, в общем, не тратить ни мое, ни ваше время. Вы, в принципе, сами можете перейти и посмотреть на эту замечательную карту. Вот, на карту финтех рынка 2016 нас обещали в новой редакции добавить, так что будем надеяться, что все-таки редактор с сайта банкир.ру выполнит свои обязательства и обязательно добавит нас в карту. Вот, так что именно из медиа новостей в ближайшее время, в конце недели мы публикуемся на Росбейзе. Выходит несколько мощных пресс-релизов в интернете. Я думаю, что нас опубликуют вполне возможно и банкир.ру, и метр-ньюс, и другие крупные издания. Ну, вот, так что ждем классных публикаций. К айбанку пока мы временно решили не подключаться, поскольку нет подтвержденных данных, что у банка не отдают лицензию. Я ни в коем случае не хочу говорить о том, что это произойдет. Просто дело в том, что на сегодняшний день мы решили пока этого не делать, всего того, что неизвестно, что в ближайшее время будет, поскольку, как вы сами знаете, лицензии отбирают налево и направо, и поэтому мы решили пока воздержаться от этого. И в конце марта, в начале апреля, благодаря некоторым связям с благотворительными проектами «Помощь Ангелов» у нас выстроились отношения с банком «Тинькофф», и вполне возможно, что мы решим вопрос как раз с беспроцентным пополнением и с минимальной комиссией за вывод, благодаря сотрудничеству с этим банком. Но не хочу просто забегать вперед, и поэтому это такой, в общем, скромный такой инсайт, но надеюсь, что в конце марта, в начале апреля эта встреча произойдет. Вот, ссылку вам скинул на карту, можете посмотреть. Кэш, да, возможно. Что еще хотелось рассказать? По поводу акций и сертификатов, которые выпущены. Я думаю, что Анна Орлова нам чуть более подробно об этом может рассказать, просто о перспективах, но я в целом расскажу просто о технических вопросах и касающихся непосредственно акций. Ну, как я уже сказал, на сегодняшний день у нас есть 200 инвесторов, которые подтвердили документально договором подписки непосредственно покупку акций. И прямо сейчас даже у нас на самом деле идет онлайн прям дополнение списка инвесторов, потому что сегодня нам привезли очередную партию, порядка 30 договоров мы получили с последней доставкой почты и вносим их сейчас в реестр. Что касается акций, вы все знаете, что есть партнерская программа и 10% компания отдает за привлечение, это стандартная комиссия по акциям. Мы убедились, что эта практика действительно есть и не только, допустим, в рамках привлечения средств в какие-то инвестиционные проекты, но также и за покупку акций в мировой практике применяется этот метод. Поэтому мы решили также его использовать и 10% вы имеете возможность зарабатывать, причем сразу же не дожидаясь никаких незавершений сбора инвестиций, например, как это касается проекта. А при покупке акций вашего партнера по партнерской ссылке вы сразу же получаете 10%. Стоимость акций на сегодняшний день составляет 10 долларов. Это привилегированные акции, по которым по выходу на IPO вы получаете премию в размере 30%. Это стандартные условия, которые указаны в разделе покупки… сейчас скажу точно в каком разделе, чтобы… Илья, я прекрасно все знаю, спасибо, я разберусь. В разделе акции SimEx и называется это раздел «Купить акции». Там даже зелененьким выделена пометка «New». Здесь, в принципе, указана полностью инструкция, описана партнерская программа и достаточно простая форма для регистрации. Не забывайте только после того, как вы подкрепляете документы и оформляете заявку, обязательно печатать договор подписки и отправлять его по почте, потому что для нас это главный документ, на основе которого мы потом вносим данные в реестр, в компанию американскую для того, чтобы провести сделку по покупке акций. Если есть какие-то конкретные вопросы по акции, то я с удовольствием сейчас на них отвечу, чтобы, в принципе, вопрос сразу закрыть. Нет, чтобы, Денис, будет ли возможность инвестировать в валюте и способы вывода-вывода удобны не только для ИРЭПа всего СНГ, Perfect Money, Payer, AdvoCash. Все вот эти на сегодняшний день платежные системы вполне возможно, что будут подключены, но Payer нам не очень интересен, поскольку там до сих пор у нас висят средства, которые мы не можем просто получить, соответственно, это затрудняет и получение средств для инвесторов. Заходить-то там все заходит, а вот с юридического лица выводить средства потом для перевода инвесторов инвесторам затруднительно. Что касается Perfect Money, возможно, мы его подключим, но считаем, что это не самый оптимальный способ для приема и вывода для иностранных граждан. В ближайшее время, в конце марта, в начале апреля появится перевод сайта на испанский и английский язык, и уже по факту мы сможем на американскую компанию Simax Inc. подключить большое количество приема платежей для Visa и MasterCard практически всех стран мира, за исключением запрещенных стран во всем мире. Соответственно, не нужно будет пользоваться никаким Payer, Perfect и какими-то другими платежными инструментами. вы сможете спокойно с карты с минимальной комиссией и, вероятнее всего, а также с PayPal пополнить счет инвестора и осуществлять инвестиции, и в том числе покупать акции сразу же уже непосредственно с валютного счета. на сегодняшний день не нужно быть аккредитованным инвестором, чтобы приобрести акции. Достаточно просто иметь профиль инвестора в платформе и привилегированные акции вы можете купить, будучи обычным инвестором. Планируется выход акций на IPO в конце 2016-го, в начале 2017-го года, то есть предварительно по оценкам мы пока по графику укладываемся, самое главное – это сейчас набрать необходимое количество инвесторов и запустить платформу на иностранном языке для дальнейшего развития. По поводу Светлана Доки на латыни или надо для покупки акций? Да, совершенно верно, для того чтобы приобрести акции вам нужен какой-либо документ, то есть либо загранпаспорт, либо права международного образца, в котором указано ваше имя и фамилия на латинице, то есть обязательно эти данные нужны, потому что на основе этих данных информация вносится в реестр. Но поскольку реестр американский, мы не имеем возможности на русском или там украинском или белорусском или других языках передавать информацию, нам обязательно нужно подтверждение и данные на латинице, чтобы мы могли на этом основании передать договор подписки и чтобы вы могли потом являться официальным обладателем ваших акций. Виталий, по поводу вебмани, к сожалению, из-за определенных действий конкурентов, которые позиционируют себя как краудинвестинговая платформа, но к сожалению такими не являются, тем не менее они имеют возможность писать различные недобросовестные письма партнерам, таким как вебмани, мы для них еще очень маленькая компания, они не разбираясь с нами, просто отключили от нас от приема платежей вебмани. Они были подключены и работал этот прием и выплата платежей непосредственно через платежный сервис вебмани, но к сожалению сейчас этот сервис отключен в связи с тем, что я уже озвучил. Вы так быстро пишите, пожалуйста, пишите только вопросы. Perfect Money взламывает на раз-два, у товарища 10 тысяч баксов. Ну я вот говорю, что Perfect Money для нас это не самая актуальная авторитетная платежная система, чтобы на сегодняшний день с ней работать, поэтому некоторые сложности мы испытываем пока, не все возможны доступные способы приема платежей, тем не менее мы над этим работаем. И тем более, что для стран СНГ виза и мастер-карта открыты на прием, поэтому на самом деле большинство дружественных стран могут осуществлять пополнение своего счета при помощи визы и мастер-карт со стран СНГ. Какие новости, Виталий, я к сожалению не понял. Какую ссылку на новости? Инвестор тут ссылки не вставляет. Нет, ссылки здесь, ссылку можно здесь опубликовать. Вебмани на днях ФСБ в оборот взяла, именно рублевый кошелек. Впервые слышу, тоже не в курсе по поводу того, что ФСБ занялось вебмани, но тем не менее, на самом деле я более чем уверен, что вебмани достаточно честная организация, по крайней мере в это верю. А каким образом я буду получать дивиденды по акции МСИМОКС? Дивиденды по акции МСИМОКС будут начисляться по итогам года. В случае, если компания будет их начислять, то вы получите просто их непосредственно либо в виде акции, либо в виде дивидендов на ваш расчетный счет. Так, нотариально заверенный перевод всегда подходит. Да, совершенно верно. Если у вас нет какого-то иностранного документа, то вы можете сделать нотариально заверенный перевод вашего паспорта или какого-либо другого документа и прикрепить его вместе с договором подписки. Расскажите про то, каким образом можно будет получить собранные деньги для проекта и на каких условиях ими можно распоряжаться. Для этого вам на самом деле лучше зарегистрировать профиль компании и задать этот вопрос непосредственно ребятам, которые занимаются подготовкой и выводом проектов для инвестирования, потому что сейчас это достаточно много времени займет и не основная тема нашего вебинара. В целом, если в двух словах, то у вас должно быть юридическое лицо зарегистрировано, если вы не являетесь прям каким-то стартапом на ранней стадии. Вы должны полностью описать свою модель, предоставить бизнес-план, подгрузить документы юридические свои, а также документы на директора после первичного скоринга и отсмотра вашего проекта, вполне возможно, что он попадет на голосование. И далее по договору долевого инвестирования, если вы успешно собираете средства, то вы получаете беспроцентный целевой займ с опционом на долю в будущей прибыли. Долю в будущей прибыли вы какую-то определяете, которую даете инвесторам. Далее есть определенный срок, в течение которого вы выплачиваете дивиденды инвесторам, а далее возвращаете займ, полученный на платформе. Если вкратце, то вот такая примерно система работы. То есть нельзя ни за гранд-паспорт, ни за гранд-паспорт, ни за гранд-паспорт, ни за гранд-паспорт купить акции. Николай, я говорю, что вам выше писали, то есть если у вас есть документ какой-то, допустим, российский или паспорт другой страны, не знаю, где вы отходитесь, вы можете сделать нотариально заверенный перевод на английский язык и вместе с ним приобрести акции. Если этого сделать не можете, тогда да, инвестором вы стать не сможете. Акции дают не 30% годовых, дают 100%, смысл брать акции подробнее можно. Покупая акции, вы получаете премию 30% по выходу на IPO, а далее капитализация компании, она может быть совершенно разной. То есть вы можете сегодня, вложив какую-то определенную сумму и купив некоторое количество акций, как знаете, вот например, когда компания Microsoft еще только развивалась и у них были акции, которые тоже никому не нужны были, они расплачивались даже за ремонт помещения просто акциями. Есть такая реальная история, можете в интернете найти, там просто маляр, который пришел и ему дали какие-то 500 акций, он стены покрасил в офисе ребятам. Просто через несколько лет, когда компания стала развиваться и на рынке стоимость акций выросла в разы, и компания была базальной, то он просто стал миллионером, а какое-то время назад он просто покрасил стены и получил какой-то сертификат на 500 акций, который по сути в то время стоил, может быть, 300-500 баксов, а человек стал миллионером. Я ни в коем случае не говорю, что мы суперкомпания, которая станет миллиардной, хотя я очень в это верю, ежедневно занимаюсь тем, чтобы именно такой компанией она и стала. А по поводу 100%, то есть вы получаете всего лишь вознаграждение 30% по выходу на IPO. А далее, какова будет стоимость на рынке NASDAQ? Предполагаю, что она будет очень неплохая и будет расти, потому что мы одна из немногих платформ, которая сейчас планирует стать глобальной и выйти на IPO. Нет еще ни одной краудфандинговой компании, которая бы стала. А в сфере того, что сейчас IT-стартапы достаточно высоко котируются и они привлекательны для инвесторов, с учетом того, что мы уже доказали успешность этой работоспособности модели и с тем функционалом и вторичными торгами, которые есть на платформе. Уж поверьте, мы, оценивая рынок, одна из перспективных платформ на сегодняшний день на мировом рынке. Он просто пока еще только известен на территории Российской Федерации, но это далеко не значит, что мы не станем известными завтра на территории всего интернета. Посмотрим, какой будет результат, когда мы через 2-3 недели запустим английский и испанский язык. У нас уже сейчас есть большое количество инвесторов, которые интересуются платформой, просто они даже заходят и регистрируются, и мы видим регистрации с разных стран, просто не видим, что у людей нет возможности, потому что нет иностранного языка, они не могут ознакомиться полностью с возможностями платформы. Да, Виталий, полно с вами согласен, если говорить и приводить далее акции, или, возможно, покупка акций сегодня в тех поддержках, мне сказали, что купить уже нельзя. Да, совершенно верно, Елена, вы не можете купить доли SMX, они уже не продаются, потому что была конвертация долей, они были еще до Нового года. Сегодня, если вы хотите, как инвестор, вы заходите в раздел «Купить акции» и покупаете именно акции, а не доли. Инвест доли, SMX купить уже просто невозможно, потому что их нет. А если паспорт на кириллице, можно заверить нотариально на латинице и тогда купить акции. Совершенно верно, Алекс, вы заверяете свой паспорт, просто переводите нотариально его на английский язык и покупаете акции. Расскажите, каким образом можно будет получить собранные деньги для проекта, на каких условиях можно распоряжаться. Я уже, Павел, это рассказал в трех словах вкратце. Смотрите в записи или регистрируйте свой проект и пишите вопросы на ящик projectsobaka.simx.bz Я написал адрес электронной почты в чате, так что можете туда написать ваши вопросы. Что это значит, если будет начислять? Я не знаю, к чему вы это, Виталий не понял. Это как в виде акции, а сколько их было имитировано. Так, так, так. Тоже мне интересно. Спасибо большое за ссылку, которую скинул инвестор. Обязательно почитаем. Так, расскажите, как проверяете новые проекты на надежность. Есть страховка, чтобы инвесмен не свинтится с собранными деньгами, если это произойдет, инвесторам расходится или вы готовы инициировать уголовные дела. Конечно, в случае, если идет нецелевое использование средств или хищение средств, то компания Multipay обязательно будет инициировать уголовные дела и инициировать уголовные преследования недобросовестных заемщиков. Тем не менее, на сегодняшний день у нас уже более 700 заявок на размещение в проекты, однако вы видите, что на сегодняшний день только порядка 20 компаний мы выпустили на сбор средств. И на сегодняшний день более 60 проектов висит в разделе «Голосование», и мы постепенно, отсеивая их и отбирая, выставляем сбор инвестиций. И сейчас предварительно также, когда проект полностью заполняет свои данные по юридическому лицу и генеральному директору, также проводится предварительная оценка и проверка проектов по самым различным факторам, в том числе и задолженностям, судимостям и все остальное. Есть, конечно, исключения. И в рамках определенных условий и предоставления документов мы идем навстречу компаниям, например, такой как, например, буфет «Винегрет» или «Сахарок». У компании есть некоторые определенные обязательства, но, тем не менее, они не касаются, например, компании, что дает нам возможность, в принципе, рассмотреть их как потенциальных заемщиков. Вам надо стены покрасить, Денис? Да, стены нам нужно покрасить, так что мы можем выдать небольшую порцию акций за работу. Почему нет? На самом деле мы на сегодняшний день, привлекая сотрудников на фрилансе, они охотно отзываются на предложение рассчитаться с ними акциями компании. В целом мы повторяем просто опыт успешных компаний, и некоторые на это соглашаются, и я считаю, что это отличная практика, почему бы и нет. Рынок P2P кредитования в России доказывает обратное. Но рынок P2P кредитования, если брать на примере непонятной компании «Веб-трансфер», которая себя так позиционировала, то, конечно, да, рынок P2P кредитования доказывает обратное. Однако я могу вам сказать, что рынок P2P кредитования развивается, и у него огромный потенциал. Здесь только как раз вопрос риск-менеджмента, и не более того. Надеюсь, что мы его будем улучшать, и мы его улучшаем, и будем только над этим работать. Огромный пациент невозвратов, и никто не заслужен. Так, где вы зарегистрированы? Андрей и компания зарегистрированы в Америке, в Соединенных Штатах. А до какого числа можно купить акции? Акции можно покупать в течение всего времени, до того, как мы выйдем на IPO. После того, как мы выйдем на IPO, привилегированных акций больше не будет, и их, возможно, будет купить только через брокера на бирже или через трансфер агента. То есть вы уже сможете купить их только на бирже NASDAQ. То есть эта процедура будет намного сложнее, чем сейчас приобрести привилегированные акции напрямую у компании. А как они тогда регистрируются? Я не понимаю, Гендель, тут уже много вопросов, кто регистрируется, что регистрируется. Что такое первичный скоринг, можно подробнее. Первичный скоринг – это как раз анализ информации о проекте, который поступает. То есть так же, как микрофинансовые организации, так же, как банки, они проводят первичный анализ потенциального заемщика. То есть это, в принципе, скоринг. Сколько было имитировано акций? Макс, честно говоря, прямо сейчас не смогу точную сумму назвать, потому что по другой вопрос не в статистике, но обещаю, что в следующий раз эту информацию предоставлю. Сколько на сегодняшний день уже акций было приведено? По теме проводится АФАК уже потом. Совершенно верно, Виталий, я с вами полностью согласен, но просто дело пошло, вопрос про акции, и затронули сегодня эту тему, поэтому это для нас новости, это платформа, поэтому этот вопрос обсуждаем. Почему компания зарегистрирована в Америке, а считается лучшей площадкой в России? Ну, потому что деятельность мы ведем через агента на территории Российской Федерации, а компания уже зарегистрирована в Америке для того, чтобы сейчас как раз выйти на IPO, вывести российскую компанию, ну, по сути, российскую на сегодняшний день платформу, потому что она на русском языке сделана. Но уже завтра это будет не только российская, но и глобальная компания, а лучше она считается в России, потому что она работает в Рунете, и на сегодняшний день конкурентов и аналогов с таким функционалом и результатами на сегодняшний день нет. А в России еще до конца не оценили, да. Так, что еще, та-та-та-та-та-та-та-та, что он означал ей лучшее количество акций для покупки? Так, минимальное количество акций для покупки вы можете купить от одной акции. Денис, а почему NASDAQ, а не NICE, NICE престижней? Честно говоря, вполне возможно, что будет NICE, просто сейчас это предварительная информация, что это NASDAQ. Поэтому, ну, вполне возможно, что мы выйдем и на NICE. Здесь я вам не могу точно сказать. Это суть в том, что, во-первых, ну, все просто знают NASDAQ и понимают, что это такое. И плюс, это выход на глобальный рынок. Ну, в целом, возвращаясь к нашей основной теме, у нас есть замечательный гость, который ждет нас на самом деле уже полчаса. И сейчас я, если Анна Орлова может отписаться здесь в чате и сказать, что у нее все в порядке там с функционалом, она может подключиться, то я с удовольствием сейчас передам ей слово. Аня, подскажи, пожалуйста, все ли у тебя в порядке со связью? Можем как-то мы попробовать тебя включить? Если ты сейчас вот включишь микрофон, будет ли звук? Давай попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Можем даже попробовать еще что-нибудь. Отлично. Если ни у кого не фонит... Аня, одну секунду. Да, я тогда передаю слово Ане сейчас. Она в такой домашней, уютной обстановке. Весенняя, светлая, красивая, веселая. Расскажет нам много чего интересного. Я передаю ей слово. И всех прошу поприветствовать нашего замечательного специалиста Анны. Вечер. Раскидывай халатик, конечно, актуально. Это тут Денис так пошутил по поводу давлочной обстановки, но тем не менее. Мы же с вами живем в век интернет-технологий, поэтому непринципиально откуда происходит вещание и так далее. А дальше ваша фантазия может рисовать все, что угодно. Все, что хотите. Но говорить мы будем именно об инфициях. Я, конечно, попробую вам сейчас сделать демонстрацию экрана для того, чтобы вы увидели непосредственно на слайде. Давайте в любом случае поговорим об инвестициях, потому что тема, которую мы заявили, это разумное инвестирование, которое доступно для всех. Если у вас будут по ходу пьесы появляться вопросы, давайте сразу проговорю, что вебинар, вернее, не то, что вебинар, а тема, о которой я хотела бы поговорить, она, наверное, такая больше общая, общепросветительская, может быть, то есть о каких-то специфических инструментах в силу дефицита времени или, может быть, моего не стопроцентного знания об этой теме, наверное, не расскажу. Тем не менее, так как я кандидат экономических наук, финансист и стараюсь держать себя в курсе аналитики по разным рынкам, в курсе основных инноваций по инвестициям, то, думаю, много что могу там рассказать и так далее. С теми сотрудничают уже не первый раз, приглашают ребята регулярно, думаю, что наше сотрудничество в секторе будет еще более таким плодотворным, более тесным и так далее. Почему здесь вот есть смысл говорить о разумных инвестициях? Ну, первое, что я могу вам сказать, это вообще нужно понимать, что такое инвестиции в чистом виде. Потому что в сегодняшний день так сложилась общая практика в России, благодаря, наверное, дефициту финансовой грамотности и так далее, у нас под инвестированием понимают все, что не попадет. То есть любое вложение денежных средств, любую покупку, которая тем или иным образом связана с какими-либо активами, копируемыми, сколько где-то, и которые можно хоть как-то перепродать, но все считается инвестицией. Либо любое предложение о создании пассивного дохода, резидуального дохода, тоже сразу считается как бы таким вот инвестиционным предложением. На самом деле это не совсем так. Любые инвестиции, инвестиции только в том случае, если вы отправили деньги куда-либо работать для того, чтобы они принесли вам еще деньги. Все остальное может называться там операциями, трейдерскими операциями, цикулятивными, там каким угодно, но в частности инвестициями не являются. В инвестициях работает жесткое правило. Деньги, умноженные на время, равно деньги. Вот и все. И у любой инвестиции ее, наверное, основными критериями является только два, это доходность и риск. Хотела бы вам показать, но я думаю в следующий раз это сделаю, обязательно показать много таблиц и графиков по доходности инвестиций в разные активы активы на российском рынке, начиная с 1999 года и до настоящего момента времени. На вопрос, инвестирую ли я в Симикс, я могу вам сразу сказать, да, это однозначно интересный проект, и вот как раз об этом сейчас вот и буду вести речку, почему это интересно, почему это интересно мне не только как частому инвестору, но и интересно как финансовому консультанту. Вот смотрите там, да, по инвестициям. Первый момент это то, что инвестиции, это спитать деньги в нужное на время, равно деньги. Со звуком проблемы. Вроде бы нет, судя по микрофону, он так нормально двигается, может быть с интернетом какие-то сложности. Давайте так, раз уже тут написали, что со звуком проблемы, поставьте давайте три плюсика, если меня хорошо слышно. Припит, паник. Хорошо, не всем слышно. Немного припит. Но ничего, вот поправить ничего не могу, к сожалению. Слушать можно. Еще и булькает. Отлично. Магия бессильна, однозначно. Но я думаю, что это больше проблемы с интернетом, чем с микрофоном, и комната транслируется не с моего компьютера, то, возможно, это связано именно с нюансами передачи данных. Давайте тогда я дальше продолжу по инвестициям. Хорошо, спасибо. Что касается формулы, что деньги, умноженные на время, равно деньги, да, это формула инвестиций. Но она стандартная, абсолютно ничего там особенного в ней нет. Основные правила, которые касаются инвестирования, мне очень нравится, как это предлагает Роберт Киатаки, в своей книжке руководство поинвестировать, да, правила всего на всего три. Если вы собираетесь инвестировать, вам нужно, первое, иметь свободные денежные средства, свободные, то есть ничем не обремененные. А второе, что вам нужно, это иметь достаточно профессиональные знания, для того, чтобы вы могли разобраться, куда вам складывать, а куда не стоит. И третье, у вас должен быть личный опыт. Теперь смотрите, какая ситуация происходит в России с того, что я наблюдаю. Мы, граждане, очень такие умные, способные, поэтому мы читаем много интересных статей, мы смотрим различные видеоролики по успешному инвестированию, может быть, даже там играем в какие-то специальные игры в онлайне или оффлайне, связанные с финансовой грамотностью, с инвестированием. И, исходя из того, что видим и слышим, понимаем, что деньги можно зарабатывать на чугольных деньгах. Поэтому в какой-то момент времени начинаем брать активно кредиты, вкладывать в различные инвестиционные инструменты, вкладываем не очень разумно, и потом приходим к печальному результату, потому что больше всего времени мне приходится работать, наверное, с консультациями, связанными, почему деньги, которые я вложил, они ко мне не вернулись там, да, и как можно было застраховать или предотвратить потери денежных средств. Я могу вам сказать, что последние тенденции мирового рынка говорят о том, что инвестиции – это всегда стопроцентный риск. Например, Япония и несколько европейских стран имеют такой интересный момент, который называется «отрицательная доходность по банковским вкладам». Понимаете, то есть здесь именно говорит о чем этот момент, о том, что по банковским вкладам в Швейцарии уже давным-давно зафиксирована отрицательная доходность официально, сейчас присоединилась к этому международному опыту уже и Япония, да, ну, Киосаки, да, упоминала Киосаки, руководство «Богатого папы по инвестированию». Вот, возвращаясь к отрицательной доходности по вкладам, что это такое? То есть это когда вы принесли деньги в банк, и банк вам гарантирует не плюс, то есть не рост ваших денег, а гарантирует, насколько меньше денег вы заберете через определенное время. То есть банк вам гарантирует, например, а минус 1% годовых, вот просто услышьте, да, что эта доходность отрицательная. Связано это со многими факторами, но первое, что здесь вот следует увидеть, это то, что таким образом, таким образом коммерческие банки, центральные банки некоторых стран, они фиксируют уровень дефляции для того, чтобы все-таки национальная валюта не раскладываться быстрее, чем этого хотелось бы. Это один момент. А второй момент, они фиксируют или стабилизируют риски по вашим вложениям непосредственно зафиксированным в виде банковских вкладов. И второй, вот именно вот этот вот момент, он тоже достаточно важен. Что касается инвестиций в нашем понимании и у нас в России, то, конечно же, российские граждане, понимая, что реальная инфляция, она составляет более 15% годовых, нам хочется, чтобы ближние средства, которые мы куда-либо отправили работать, приносили очень большую доходность. И зачастую, я думаю, что многие из вас там читают форум ММПГ, форум инвесторов, форум специалистов по разным направлениям, связанным с деньгами, и знают о том, какие есть интересные варианты на рынке для приумножения дефицитных средств. Ну вот, сейчас читаю, прекрасно, да? Я могу вам сказать, что ММПГ не является официальным источником, который несет так же ответственность за ту информацию, которую размещают, точно так же, как и Википедия. Сами пользователи размещают информацию, и пользователи, можно сказать, голосуют уже своими статьями, своими постами о том, что происходит с теми или иными инвестиционными проектами. Но обратите внимание, что в большинстве случаев самые интересные статьи с максимальным количеством откликов на форуме это статьи о псевдоинвестициях. То есть о том, вот, да, вот есть такое вот слово, упоминается, скам. А скам – это потеря платежеспособности псевдоинвестиционной компании, когда она пригласила выпуска. То есть по факту псевдоинвестиции – это различного рода финансовые пирамиды, которые приводятся к инвестиционными такими-либо заявлениями. Но из финансовых пирамид хайп отличается тем, что это компания, которая прикрывается якобы реальными инвестициями, реальными вложениями в какие-либо активы. И отличительной особенностью хайпа является гарантированная очень высокая доходность, фиксированная в сутках, либо фиксированная в месяц. Я могу вам сказать, что здесь сразу обратите внимание на вот тот самый момент, что рисковать деньгами можно, но только в том случае, если это деньги, по которым нет ваших обязательств, и которые не являются основными денежными средствами, на которые вы живете. Потому что по моему опыту финансового пирамиды, самая грустная ситуация – это когда люди либо берут кредиты, но это еще как-то полбеды, потому что с банком есть куча инструментов в рамках законодательства, позволяющих не выплатить потом кредиты, договориться с банком и так далее. Берут деньги, скажем так, на черном кредитном рынке у тех людей или у тех компаний, у микрофинансовых организаций, с которыми договориться невозможно, и потом получают очень неприятные ситуации от коллекторов, ну, либо, скажем так, от псевдоколлекторов. Ну, тут уже не то, что тут коллекторов, я думаю, там готовятся к самому худшему. А вложения в такие вот псевдоинвестиции, они чреваты последствиями всегда, поэтому… Делаем из простых инструментов, ну, давайте там поговорим чуть похоже. Поэтому смотрите, что касается псевдоинвестиций, так пользоваться можно, но вложения в псевдоинвестиции должны у вас быть… должны соответствовать двум критериям. Первый критерий – это они должны быть у вас минимальными, то есть большие суммы раскидывать по хайпам не имеет никакого смысла, это неправильно. Причем здесь обратите внимание на то, что количество денег, то есть какими вы можете рисковать, конечно же, зависит и от вообще суммы, которую вы могли бы инвестировать. Не более 10%, я могу вам сказать, от вашего инвестиционного потери есть смысл раскидать по хайпам, но вот потолочная величина – это 20% от вашего инвестиционного портфеля. То есть сумма небольшая относительно и инвестиционного портфеля, которую вы формируете, но и небольшая сумма должна быть вообще с позиции инвестирования. Если вы посмотрите, грамотные инвесторы, которые хайпами пользуются на протяжении последних 5-7-10 лет, они не инвестируют в различные хайпы больше тысячи долларов или тысячи евро. То есть, да, максимальный портфель, раскиданный по хайпам у специалистов – это 10 тысяч евро. И то в том случае, если общая сумма портфеля составляет уже там несколько сотен тысяч евро, да, то есть тогда это просто, ну, скажем так, такая игра в казино, которая допустима для инвестора. К сожалению, у нас получается так, что мы не знаем вообще, что такое инвестиционный портфель, а это второй петерий, связанный с инвестициями. Инвестиции должны обязательно быть диверсифицированной, то есть принцип не класться яйца в одну корзину, он здесь работает как никогда. То есть обязательно раскидывайте ваши инвестиции по разным кошелькам, раскидывайте их по разным активам, тогда вы будете иметь, что называется определенный средний доход. Но это не означает, что вы взяли всю сумму, которую вы готовы были бы инвестировать, и раскидали по разным хайпам. Почему? Потому что диверсификация, она идет не только по проектам, не только по активам, она идет еще по отраслям, она идет еще по экономикам, по странам, по способам инвестирования, по способам возвратности инвестиций и так далее. Но тут сразу хотят про акции. Но если вы думаете, я буду вам рассказывать про акции Симикс, к сожалению, это не так. Я могу вам рассказать вообще о том, почему интересно вообще с акциями дружить, и почему интересно инвестировать в акции, и почему мне было бы интересно инвестировать деньги в акции Симикс. Давайте тогда уже дальше, раз уж хотите, про акции, давайте про акцию проговорим. Здесь тоже такой вот момент очень важный, связанный с тем, что вообще откуда появился такой вот способ инвестирования, как инвестирование напрямую, либо инвестирование через финансовых посредников. Что касается финансовых посредников, это стандартные вещи. Те же самые хайпы, они существуют именно благодаря понятию финансового посредничества. Основным финансовым посредником в экономике любой страны являются коммерческие банки. То есть практически в любой развитой экономической стране вы увидите банковский сектор, который, собирая свободные денежные средства у частных инвесторов, либо у корпоративных инвесторов, дальше вкладывает их туда, где экономика нуждается, во-первых, в свободных оборотных денежных средствах, а во-вторых, нуждается в долготочных инвестициях. И вложения у коммерческих банков, они тоже разные. Ну, по поводу того, что такое акции РБК, что они круче всякого хайпа, я могу вам сказать, давайте тогда посмотрим с вами в очередной раз фильм «Волкс, Волтрид», и поймем, что РБК-то вообще у нас по сравнению с тем, что описывается в фильме и в книжке, это вообще у нас божьи одуванчики, там вообще у нас все прекрасно, все хорошо. У нас основные манипуляции с голубыми фишками, они слишком прозрачны. Такого нет в комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов, у нас все махинации, все манипуляции, все в рамках закона ограничены по количеству, в Америке их гораздо больше. И вот здесь, вот уже возвращаясь к тому, что такой акции, здесь нужно обратить внимание на такие вот моменты, что любые акции – это ваше прямое инвестирование. Отлично. По поводу Теслы тоже сейчас буквально в двух словах скажу, хотя бы у меня там слабе, но тем не менее, прям чуть-чуть займу вашего внимания, стараюсь оперативно сделать все, как сказать, что хотела. Итак, что касается акций, это всегда прямое инвестирование в компанию. Любая акция удостоверяет ваше право на получение дохода, если фиксированного дохода, то это привилегированные акции, соответственно, если доходы плавающие, то это обыкновенные акции. И в большинстве случаев наиболее интересные варианты по приумножению капитала на рынке акций, когда кто-то там получил сертификат акции, либо когда кто-то там получил возможность купить акции сразу после IPO компании и потом разбогател. Это в большинстве случаев речь идет о простых акциях, цена которых на рынке очень сильно зависит от капитализации, от уровня капитализации компании, а вот уровень капитализации компании зависит от рыночной стоимости каждой конкретной акции на рынке. То есть вот здесь очень интересная такая зависимость, чем больше спрос на акции, тем больше уровень капитализации. Чем больше уровень капитализации компании, тем больше спрос. Падает капитализация компании, спрос и так далее. Здесь вот такой вот бумеранг, если можно так назвать. И что касается привилегированных акций, тоже могу вам сказать, да, такой вариант инвестиций вполне обоснованный и интересный, потому что он фиксирует вашу доходность, но не дает права распоряжения деятельности компании, в отличие от простых акций. Про Skyway давайте не здесь, Skyway не имеет никакого отношения к Симик, не буду рассказывать о Skyway. Вообще об акции скажу вам так, давайте просто сразу понимать, что такое акция. Если компания является закрытым акционерным обществом, то, соответственно, у нас с вами акции – это доли или сертификаты, удостоверяющие долю доходности в компании, не более того. Да, то есть, ну и компания, которая создана в рамках ЛТД, то есть если есть такая приписочка ЛТД, то это компания, которая еще не доросла до ИПО, то есть она не является акционерной, то есть это компания с ограниченной ответственностью, да, как в России аналог ООО и так далее. То есть поэтому просто обратите на это внимание. То, что ИПО, ВТБ и Роснефти удачно прошло, я бы тут, конечно, поспорила. Почему? Потому что, ну, по Роснефти скажу, да, вполне неплохо провели, а вот что касается ВТБ, даже те прогнозы, которые были поставлены при ИПО, ВТБ, они не были достигнуты, и до сих пор на расчетные показатели компания не вышла. А, ну хорошо, раз это был сарказм, договорились. С Роснефти там вообще просто отдельная, слишком отдельная история, так же, как и с ВТБ. Компании, которые априори являются аффилированными государством, они, ну, о них нельзя говорить, как о компаниях в чистом виде рыночной, да, то есть поэтому говорить о том, что там их капитализация зависит там от рыночных условий, ну, наверное, тоже было бы неправильно. Точно так же, как говорить о том, что у нас сберегательный банк Российской Федерации 100% коммерческий банк, хотя половина акций сберегательного банка находится под управлением государством, ну, наверное, тоже здесь как-то с натяжечкой можно говорить, что это рыночная компания, имеющая там рыночную стоимость, да, то есть, ну, везде есть исключения из правил, которые подтверждают правила. По поводу самого IPO, то есть, хотелось бы тут немножечко там прояснить, что это такое. Это когда компания выходит благодаря биржам, вот это тоже интересный такой инструмент, то есть такая биржа, биржа – это некая площадка, на которой у нас сходятся продавцы акций или заявители о том, что им нужны дополнительные деньги для расширения своих уже там финансовых возможностей. А с одной стороны, с другой стороны, это покупатели акций, то есть, это те самые частные инвесторы, либо корпоративные инвесторы. Вот корпоративными инвесторами на любой бирже в первую очередь являются коммерческие банки, в вторую очередь являются уже финансовые компании, управляющие инвестиционные компании, пенсионные фонды и так далее. То есть, в первую очередь, это все равно коммерческие банки, которые задают тон уже непосредственно на любой бирже, потому что они обладатели максимального объема свободных денежных средств, Поэтому, можно говорить, они могут и заказывать. Мало того, большая часть коммерческих банков является еще и тем или иным образом апеллирующими лицами, для компаний, которые формируют рейтинги диржевые. Поэтому, здесь можно на 100% сказать, что коммерческие банки получают максимальную доходность на фондовом рынке именно благодаря тому, что умеют им пользоваться, умеют им манипулировать. По поводу того, что было бы достаточное количество денег. Но здесь тоже, я могу вам сказать, конечно же, чем больше у вас денег, тем больше у вас возможностей для инвестирования. В Конституции Российской Федерации, это вот тоже немаловажный момент, мы с вами имеем право быть инвесторами любой страны и вывозить капитал в любой инвестиционный инструмент, который мы считаем нужным. То есть, в принципе, ограничений здесь никаких быть не может. То есть, ограничений на выводе между средств нет. У многих площадок, торгующих ценными бумагами, либо другими инвестиционными активами, есть куча ограничений на то, чтобы мы с вами стали инвесторами. И первое ограничение – это подтверждение денежных средств, на основании которых вы собираетесь совершать те или иные инвестиционные сделки. То есть, практически для открытия расчетного счета или текущего счета, в нашем понимании, или открытия вклада, в любом нормальном европейском банке вас просят документы, подтверждающие, откуда у вас взяли денежные средства, которые вы собираетесь в этот банк положить, чтобы отсчет. Могу вам сказать, что для многих вариантов инвестирования нужен приличный капитал, причем реальность возможности, чем больше у вас денег, тем больше у вас будет доходность по вашему инвестиционному портфелю. Возвращаясь к ИПО, АИПО, здесь уже транслитерация или транскрипция, возможно, как угодно. То есть, здесь основной момент какой? Что компания до выхода на открытый рынок стоит одних денег. После того, как она вышла на открытый рынок, она сразу же стоит других денег. Иногда эта разница достигает нескольких раз. Вот, наверное, это наиболее интересный момент, он, вот, вот, самый, наверное, интересный момент, который касается Симикса в том числе. По поводу Симикса, смотрите, здесь, если говорить вообще о том, куда бы было бы интересно вкладывать деньги, я бы вам сказала, что, конечно же, самый интересный момент вложения денежных средств, он состоит в том, чтобы вкладывать туда, где у вас больше контроля. Чем больше у вас контроля за денежными средствами, тем, соответственно, меньше рисков инвестиционных. Чем меньше контроля, тем больше рисков. Понятно, что в этом случае у нас практически нет нормальных инвестиционных инструментов в этом рынке. Почему? Потому что в чем состоит основной контроль, если вы покупаете акции чужих компаний? Контроль состоит в том, чтобы следить за котировками этих акций и в любой момент времени иметь возможность либо покупать эти акции, либо их продать. В России очень-очень зачаточный вариант фондового рынка. Очень сложно обычному инвестору, обычному физлицу дома сидеть за компьютером, легко оперировать ценными бумагами, побыстрее импрыть какой-то пакет бумаг, побыстрее импрым продать, да еще иметь очень хороший набор инвестиционных инструментов, как это есть, например, в любой, ну, в той же самой Америке. Да, Америка вообще, можно сказать, одна из базовых стран, очень развитым фондовым физлицам, с очень широкими возможностями для обычного частного инвестора. Поэтому реально там создаются миллионные состояния на фондовом рынке. Это действительно так, там действительно есть возможность стать миллионером в одночасье, это правда. К сожалению, пока не могу вам похвастаться, что в России есть такая возможность. и возвращать уже непосредственно к благоприятному моменту для приобретения акций Симикса. Что я могу вам сказать? Смотрите, если выбирать из инвестиционных инструментов акции, очень интересная штука. Если кто-то, может быть, когда-то играл в такую игру, как там инвестор, либо денежный поток, или крысиные бега, там Роберта Киосаки, да, он создатель этих игр, то, может быть, обратили внимание, что на рынке иногда бывает такая ситуация, что какие-либо акции можно купить от их ориентировочной рыночной стоимости в десятки раз дешевле. То есть, например, ориентировочная рыночная стоимость акций, которая фиксируется в аналитических прогнозах, а это, допустим, там 20 долларов, да, а приобрести ее на рынке в конкретный момент времени можно за 1 доллар. Естественно, вы понимаете, что если прогнозируется цена акций 20 долларов, то купить акции по доллару – это увеличить свой сталк в 20 раз. А по поводу предположительной цены размещения на бирже, ну вот видите, здесь уже там пошли варианты. Здесь же вы обратите внимание, что на текущий момент времени предлагается приобрести именно привилегированные акции, которые гарантированно дадут вам прирост денежных средств. То есть гарантированно, что произойдет с акциями дальше, дальше вы имеете возможность практически мгновенно эти акции перепродать. И вот здесь это тоже, ну, почитайте еще раз «Волкслоуфрит», посмотрите разные инвестиционные стратегии непосредственно по фондовому рынку Соединенных Штатов. Там подробно расписано, что и как, в какой момент происходит. Там очень много интересных фишек, связанных именно с выводом компании на IPO, а с тем, как фиксируется стоимость и так далее. А опционы – это вообще производные ценные бумаги, о них вообще здесь не говорим, потому что это, ну, по факту там воздух. То, что касается сертификатов, здесь сертификаты обмениваются на акции, но это сертификаты, которые касаются долей. Не поняла тогда вопроса, что касается опционы или акции. Значит, поехали дальше. Чем интересно? Если, опять же, почитаете того же Роберта Киосаки, то увидите, что у него очень четко прослеживается основная идея, что любой уважающий себя крупный инвестор просто обязан хотя бы одну компанию вывести на IPO. Почему? Потому что это реально очень интересно. Это когда из какой-то не очень известной, не очень крупной компании на рынке может появиться крупная финансово устойчивая корпорация. Я могу вам сказать, и тоже есть у меня слайд, прям, ну, к сожалению, вот, видите, технически не получилось вам загрузить. Думаю, в следующий раз исправим эту ситуацию. Прямо живого, реально живого инвестиционного портфеля одной из крупных управляющих компаний Европы, в которой, сейчас я вам, чтобы там не соврать, скажу прям конкретно, какая доля портфеля вложена в интернет-бизнес-стартапы. 11% вложены именно в стартапы в интернет-среде. Тоже могу вам сказать, вот на развивающих рынках 14% от портфеля вложено. Самая большая доля находится в европейских акциях, в портфелях, вот, и в энергетике. Это вот конкретная инвестиционная компания, которая гарантирована, ну, как гарантирована, а не то, что гарантирована, но в среднем дает около 25% евро годовых, да, для своих инвесторов. Это обычный коллективный инвестор, управляющий компанией. Поэтому могу вам сказать, что инвестиционные вот проекты в интернет-среде, они очень интересны, понимаете, очень интересны. Еще какой-то момент по поводу... того же Роберта Киасаки выхода на ЭПО. Вы просто обратите внимание, что на самом деле в момент ЭПО вас должно интересовать вот то, что касается фундаментального анализа бумаги, да, то есть фундаментального анализа. Что значит фундаментального? То есть насколько интересна сама компания на рынке, какие перспективы. И здесь работают классические моменты, классические аспекты выгодственности и правильности вашего инвестиционного решения. Какие? Продукт должен быть перспективным. То есть компания должна производить реальный продукт, который реально будет интересен на рынке. Давайте с вами посмотрим, что же это за продукт, который готов рынку предложить Тиммин. А продукт на самом деле, это, если можно сказать, такой агрегатор. Да, это агрегатор различных стартап-проектов. Плюс это... Чем еще это интересно? Действительно, если вот посмотреть, например, на то, о чем говорят ребята практически на многих своих вебинарах по Симиксу, доля крауд-экономики, она растет. То есть людям уже давно-давно стало интересно подавать деньги непосредственно напрямую, то есть самостоятельно голосовать за то или иное инвестиционное предложение на рынке. Поэтому рост спроса на краудфандинговый, краудинвестинговый проект, он будет расти. Есть еще один интересный момент. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Есть, например, коммерческие банки, а есть биржа Форекс, которая была создана исключительно для того, чтобы обслуживать профессиональных участников валютного рынка. Как вы думаете, кто больше зарабатывает? Отдельный коммерческий банк, который проработает на этой парке, или непосредственно сама площадка, то есть сама биржа Форекс. Конечно же, зарабатывает больше Форекс. И тоже обращаю ваше внимание, что среди краудфандинвестинговых проектов, интернет-проектов, Симикс сразу отличается тем, а Форекс нет. Ну, Форекс не то, что не биржа, а на Дувалово. Эта площадка создана для профессиональных игроков. А то, что у нас частным игрокам рассказали о том, что там можно играть и зарабатывать, «Ну, господа, на самом деле это не так. Просто нужно знать, что это такое, как это работает». По поводу Симикса могу вам сказать, что у Симикса есть своя площадка, аналогичная Форексу, скажем так, может быть, где-то в каких-то технических моментах. А по факту это инструмент, позволяющий перепродавать доли стартапов. Понимаете, здесь по факту получается, что создан аналог фондовой биржи, который работает по своим правилам. И здесь это тоже очень важный момент. Это тоже очень интересный момент. Почему? Потому что, представьте себе такую ситуацию, на текущий момент времени, энное количество краудфандинговых проектов, энное количество стартапов. Силиконовая долина рожает ежедневно огромное количество проектов, которые выходят к частным инвесторам со своими предложениями, которые потом также выходят и попадают в листинг Насдака и пытаются хоть как-то там что-то из себя создать. Все венчурные проекты, а большая часть таких проектов высокорисковые, являются там, ну, конечно, в условном понимании, можно же и так сказать. То есть венчурные проекты, они все являются высокорискованными. Понятно, что 7 из 10 венчурных проектов принесут больше убыт, либо хотя бы деньги сохранятся и вернутся один к одному. И только там один из 10 проектов принесет сверхприбыль, больше 100% на вложенный капитал. И поэтому представьте себе, какое количество потенциальных инвесторов, которые по нечаянности стали тоже венчурными капиталистами, венчурными инвесторами, не будет знать, куда им в какой-то момент времени деть свои инвестиционные доли. И в этот момент на рынке появляется как раз коммейстинговая площадка со своей биржей, со своими вторичными торгами, соответственно, появляется с ними. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это не только перспективы развития, инновационность, о которой я только что сказала, но и масштабирование проекта. Что значит масштабирование? Проект географически может существовать только в отдельном государстве, в отдельных странах или везде. Я думаю, что вы тоже в курсе, что сама площадка, сама биржа СИМИ в настоящий момент времени, как интернет-площадка, переводится в различные языки, и, соответственно, она будет работать в разных странах. Можно сказать, имеет международный масштаб внедрения. То есть это тоже говорит о том, что мультипликатор инвестиций, то есть критер, который позволяет просчитать доходность инвестиций, он тоже здесь будет достаточно высоким. И уже благодаря только этим факторам можно задуматься над тем, чтобы вложить денежные средства непосредственно в акции компании СИМИКС. Потому что извините, что я здесь много о СИМИКСе говорю, ну, по крайней мере, здесь конкретный пример, и с этим конкретным примером можно уже там что-то сделать, можно поработать. Это история, которая пишется прямо на наших... Говорит о том, гарантированный здесь доход, не гарантированный. Я вам сразу могу сказать, много лет знаю, что такое инвестиции, инвестированием занимаюсь много лет. Любая инвестиция – стопроцентный риск. Вот любая инвестиция, какую вы не возьмете, инвестиция в банк – стопроцентный риск. Вот просто деньги переложили, например, сняли с карточки и положили в кошелек. Если это считать условной инвестицией или условной транзакцией денежных средств, это уже стопроцентный риск. Понимаете? И с карточками это тоже определенные риски и так далее. Вопрос, чем эти риски стопуются, чем они компенсируются. Я вам рекомендую сделать такую интересную вещь. Не страховать ваши инвестиции, а разумно их создавать. Что значит разумно? Подождите, давайте там по поводу Симмикса, деньги на дивиденды, чуть сейчас, в двух словах чуть позже расскажу. Что значит разумно инвестировать? И недаром у нас там вебинар называется, что разумное инвизирование доступно каждому. Чем меньше порог входа, то есть чем ниже порог входа в инвестиционный какой-либо актив, тем выгоднее это для частного инвестора. Обратите внимание, почему хайпы так портают? По одной простой причине. Потому что вложение, возможно, от одного доллара или от одного евро. И поэтому оно и работает. То есть здесь просто обратите внимание именно на это. Давайте там буквально сейчас в двух словах скажу по поводу того, 10 долларов за одну акцию недорого, сразу могу вам сказать, и можно заработать и на перепродаже и так далее. Поэтому здесь тоже обращаю ваше внимание на этот момент. Откуда будут деньги на инвестиции? Есть такая штука, как капитация компании, которая определяет уже работу самой компании. Вы же имейте в виду, что сама биржа, она тоже генерирует доход. Точно так же, как, вот смотрите, там, да, самая такая, наверное, известная и популярная тема, которая касается инвестиций. Сейчас она звучит везде. Это так называемые криптовалюты. Вы обратите, пожалуйста, внимание, что тот же самый биткоин, в первую очередь, это условная единица, которая была принята как расчетная, непосредственно в платежной системе. Вот, понимаете, поэтому биржа СИНИКС это по факту тоже своего рода платежная система, только в определенном рыночном сегменте. И, ну, со всеми вытекающими последствиями, понимаете, есть акции, там, PayPal. Возьмите, почитайте там историю, там, или посмотрите, там, историю непосредственно Элона Маска, да, как он его, этот PayPal создавал, как он его продавал, и так далее, как изменялась капитализация самой платформы, позволяющей там мгновенно осуществлять полпиже в интернете и так далее. То есть, просто, ну, обратите на это внимание. Поэтому здесь стоит только просто подумать. Но то, что это интересный вариант, я же вас не призываю там вложить все деньги непосредственно в акции СИНИКС, продать там квартиру, машину и вкладывать. Понимаете, ну, это неразумно. Разумное инвестирование, это когда вы сами принимаете решение, какое количество денег вы хотите инвестировать, причем понимая, что инвестиции – это всегда стопроцентный риск. Вы можете выиграть, можете проиграть. Но, тем не менее, по инвестициям, там, да, инвестициям непосредственно в СИНИКС, вы сейчас инвестируете на этапе до выхода на IPO. Как только этот этап произойдет, вы же читали документы, вы же слушали там вебинары и так далее. То есть есть на то определенные требования непосредственно там американского финансового законодательства. Именно поэтому есть возможность заработать 30% заходности на вложенную инвестицию. По поводу МАСК, что МАСК много чего продает, есть чего выплатить. Ничего подобного, что МАСК много чего продает. Возьмите тогда, посмотрите внимательно на историю развития Tesla, а не только на историю развития PayPal. PayPal ничего не выплачивал до тех пор, пока не был куплен E-Bay. И уже непосредственно оттуда были выплаты. То есть есть уровень капитализации, есть уровень прибыли. Прибыль на любой площадке, связанной с платежами, это то, что касается комиссионных, которые получает сама площадка. Если вы думаете, что это маленькие деньги, ничего подобного. Это колоссальные денежные средства. Любая платежная система, это всегда огромные денежные средства. Потому что если у вас миллион человек каждый день будет платить вам по одному рублю, и для них это недорого, то для вас это будет миллион рублей в день. А дальше возьмите, просто посчитайте. Поэтому именно благодаря вот таким вот платежным инструментам существует огромное количество площадок. появляются там различные платежные системы в интернете и так далее. Ну вот по поводу того, что это там напоминает, там со сверху и там в основе не там, ну вы возьмите, ну уже просто посмотрите на такую вещь. Вы почитайте тогда историю, как Янекс выходил на IPO. Вы тоже увидите, что там все было не настолько просто, как может показаться. То есть стартап, он и есть стартап. Со всеми его проблемами, трудностями и так далее. Понимаете, поэтому, ну, все допустимо. Это же, я уж не буду тогда говорить о многих других интересностях и с той же Теслой, и с другими проектами, с проектом там на Руси и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем-то, что хотела основного сказать, я думаю, рассказала. Мне есть к вам такая просьба, вы, пожалуйста, там подумайте и в обратной связи там с Денисом расскажите, какие темы были бы интересны, потому что я тут изображаю там и себя придумываю, что было бы вам интересно, уже об этом рассказываю. Да, а если там есть уже какие-то конкретные пожелания, то буду рассказывать о конкретных инструментах. К сожалению, у меня уже ждет дальше следующее проприятие и вынуждены тут откланяться. Думаю, что если хоть что-то было полезное, поставьте плюс. Мне было бы весьма лестно узнать, что хоть что-то новенькое вам интересненькое рассказало. Спасибо большое. За три плюса вообще отдельное спасибо. Вот. Ну и, собственно говоря, жду тогда ваших пожеланий по поводу того, о чем рассказать более подробно. Да, потому что и про биткоины есть что рассказать, и про другие криптовалюты. То есть, пожалуйста, давайте на эту тему просто поработать. Хорошо? Еще раз тогда, Денис, спасибо, что пригласил. Даю тебе микрофон. Да, я еще здесь и тоже, на самом деле, послушал замечательное выступление Анны. Но и даже слов-то, в принципе, нет, чтобы сейчас добавить после такого замечательного выступления. Я предлагаю действительно озвучить все это в комментариях по ВКонтакте под постом о сегодняшнем вебинаре с пожеланиями по следующим темам. Мы в следующий понедельник обязательно выставим, ответим на все ваши каверзные вопросы и постараемся подготовить массу полезной и интересной информации. А я жду обязательно от человека, который обещал записать вебинар-запись. Евгений, по-моему, его зовут. И также, если были какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите, обращайтесь на почту admin.sobachka.simex.bz Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Хорошего вам вечера, время уже полдесятого и пора немножко отдохнуть. Доброго вечера, до свидания. Доброго вечера.